всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду на дворе лето уже в полный рост пора готовить чего-нибудь на углях я в магазине надо если просто волосился разошел а там мясо всякая классная давай хватает этим и этого этого и того вот в числе прочего отхватил отличный шмат бескостный как я так думал панчеты толстой с очень небольшим количеством сала но думаю давно не готовил я сыр гавяленый и сыр копченый бекон теперь оторвусь пришел домой раскидал покупки разворачиваю панчету она на костях представляете и вот смотрите я в тропях решил что весь этот кусок сплошное мясо да отличное какое смотрите мясо много прожилки сала есть но они небольшие совсем классный кусок а по факту если косточки вот эти все вырезать вот эти вот то кусок панчеты окажется совсем небольшой совсем не толстый и для сыровяла и для сырокопчения такой кусок конечно не очень тонковат хочу сказать что последние дней 10 даже две недели наверно я был завален работой по самой не балуйся и питался в основном сухомятку на завтраке на ужин и на перекусы сооружался сэндвичи но горячего-то хочется и решил использовать вот этот маутин смокер думаю чего я его совсем забросил только на копчение туда продукты забрасываю результат не так понравился сначала на вид я решил тут же похвалиться выложил в инстаграм разрезаю показывать уже в инстаграме как оно получилось попробовал а там вкус такой такая сочность так классно получилось я естественно тоже в инстаграме задаю вопрос надо такое снимать на полноценный ролик или слишком все просто большинством голосов приняли решение снимать надо все очень просто дико просто поехали вот у меня половинка шкурка у нее была срезана еще в магазине это тоненькая такая прослоечка и здесь слой мяса как дело то было вчера вытащил из холодильника посолил думаю заброшу сейчас приготовлю потом смотрю ну многовато будет мне одному поэтому половину отчик рыжил сразу приготовил а вторая половина вот до сегодняшнего дня в холодильнике лежала так делаю все как вчера сначала надо добавить ароматов мариноваться она будет совсем недолго поэтому чеснок нарежу довольно тонко чтобы быстрее свою остроту и свой вкус маринат отдал используйте кстати острые ножи даже самура которая из коробки бреет и тот требует иногда заточки еще в пакетик отправляю несколько веточек свежего розмарина с ним главное не переборщить и душистого перца немного для аромата вот так вот будет достаточно остроту я внесу свежим чили перцем тоже надо нарезать все свои ароматы все остроту он быстрее в маринад отдал какой такой маринад скажет сейчас внимательный зритель масляный отвечу я масляный маринад кислоту вносить не хочу и не буду и перец тоже сюда все маринад готов мясо у меня за сутки уже просолилась поэтому ему сейчас стоять совсем недолго вчера я вообще после того как посолил и замариновал выдержал его при комнатной температуре часа два наверно может даже полтора и вполне хватило так что и сегодня тоже часика на два оставлю а пока она набирается вкус и аромата давайте-ка я про свою летнюю кухню про свою конструкцию картинка расскажу как вы уже вероятно догадались я очень люблю готовить и поэтому естественно когда перебрались в испанию я как и во всех своих жилищах где мне приходилось жить на съемных там ли не на съемных а я заботился тем чтобы организовать рабочее пространство кухонная как кухня в доме так и кухня на улице я проектировал все это в автокаде я вымерял по размерам по высотам я себя в точной пропорции в автокад размещал для того чтобы выяснить какой высоты допустим должно быть основание вот этого гриля какой высоты должен быть этот проем чтобы я не бился головой когда нагибаюсь но я вычислял какое сечение дымовой трубы должно быть для того чтобы была тяга при условии наличия вот такого большого по площади проема я вымерял размеры вычислял какая мне понадобится печь и скорлупу печи глиняную покупал здесь готовую заказывал и везли ее на машине доставка здесь достаточно недорого стоит так скажем где-то из-под мадрида везли не суть важно а утепление все это основание утепление купола утепление дымохода и прочее все дело рассчитывал сам и делал что-то сам что-то приглашал специалистов из украины кстати здесь ребята мне многое по ремонту делали за что им большое спасибо что-то я их научил делать например вот вот эти вот вещи так вот в результате я создал себе удобное пространство для готовки мойка со столом с выводом в канализацию здесь рабочая поверхность реально большая на на вот так в ширину наверное почти 70 сантиметров а вот так ну добрых два с половиной метра видите присандалил здесь даже вот этот магнит для ножей быстросъемный когда выхожу готовить на улице вот это из дома притаскиваю сюда вешаю и все ножи мне под рукой не болтаются на столе в результате у меня вот такая оборудованная кухня как я уже сказал с мойкой выведена канализацию с дровяной печью с вот таким мангалом кстати готовить мясо на этом мангале получается по-другому не так как выбери потому что выбери под крышкой то можно сделать и выбери не регулируется высота над углями над которыми располагаю мясо то есть там нужно как-то подгонять подувалами и это не очень точно регулируется по крайней мере у меня не получается а здесь я могу перемещать эту решетку по высоте регулируя регулируя жар причем достаточно такой в большом диапазоне ну как то так на этом несколько сумбурный рассказ о своей летней кухне позвольте завершить давайте подождем когда грузинка промаринуется и продолжим для куска мяса вот такого небольшого размера хватит совсем небольшого количества угля парочки вот таких вот чашек вполне будет достаточно она у меня уже засыпана раскочегаливается все одним небольшим комком бумаги вот такого размера максимум двумя вот так конечно если бумага у вас отсырела то стоит пользоваться постилками вот вот эти вот выбероски не дают запаха на самом деле в принципе для моего видимо слабого обаяния именно отсутствие запаха в постилках не в житости оружия в постилках не является важным потому что все равно я использую угли только тогда когда они уже хорошо разгорелись а к этому времени никаких запахов от постилок не остается но если у вас стоит задача забросить угли приготовить их быстро до того как они полностью побелели снаружи то возможно это будет важно слушайте вот этот стартер это самый гениальный девайс от выбора от серьезно вот это самое необходимое на любой даче в любом доме вот это количество угля здесь половина стартера разгорится в нем где-то примерно минут за 10 ну ладно давайте готовиться к запеканию вот сюда кладу грудинку вот сюда загоняю щуп термометра не могу держаться смотрите как все классно продумано я кстати заказал выборский термометр тоже но пока еще не привезли это у меня китайский агрегат уже второй первый вышел из строя вышел из строя видимо потому что вода вот сюда вместо соединения тросика провода и самого щупа попала и он не показывает ничего теперь у меня один щуп я купил точно такой же второй и два блока приемных выборовский мне понравилось тем что он сигнал сразу по вайфаю на телефон передает посмотрим что за агрегат такой ладно загоняющим мясо вот сюда самую сердцевину так ну и собственно говоря почти все готово остается дождаться когда угли окончательно разгорятся станут белыми и можно начинать процесс приготовления тепловой обработки угли уже дошли до кондиции так что высыпаю их даже не разравниваю эту конструкцию сюда термометр надо подключить и включить питание и картошку забыл так картошечку сюда все теперь накрываю крышкой и остается только ждать вот так хотя подождите надо термометр настроить на 80 градусов подписчики которые купили такой же термометр меня достаточно часто спрашивали в комментариях а что здесь только фиксированная температура друзья мои читайте инструкции все элементарно кнопка мод нажимаете и удерживаете результате температура так и темп солевая температура начинает мигать после этого кнопочками мин сек как будто стрелка вверх вниз выбирайте нужную вам температуру вторичное нажатие на кнопку мод фиксирует ваш выбор все элементарно просто да насчет этого самого смокера хочу сказать так здесь есть эти дверцы через которую можно при необходимости добавить еще свежего угля или долить воды касательно воды в этом агрегате на нижней полке можно расположить вот такую емкость у нее наливается эта самая вода вода от углей нагревается испаряется в результате внутри влажная атмосфера в которой продукт сохнет гораздо меньше чем без воды но сейчас у меня такой задачи не стоит потому что грудинка свиная сама по себе жирное мясо сейчас моя задача вытопить этот жир на мясо и так не пересохнет поэтому никакую воду туда не помещаю и еще вы можете сказать вот обязательно такую штуку использовать для конечно нет в этой штуке что происходит я расположил мясо достаточно далеко от угля здесь наверно сантиметров 45 50 расстояние от углей то есть сильного жара от углей нет легкий дымок при этом есть то есть легкий лепые легкий аромат копчения из-за того что расстояние достаточно большое жар не сильный из-за того что есть стенки есть крышка этот жар равномерно со всех сторон в результате для толстых кусков мяса такой толщины какой-то тут грудинка примеру получается что мясо равномерно готовится и внутри и снаружи если я такой кусок буду готовить непосредственно над углями то у меня наружный слой скорее всего пережарится и возможно даже пересохнет а в емкостях с крышкой в закрытом объеме можно при чуть более низкой температуре не такой как над углями бывает при чуть более низкой температуре добиться равномерного пропекания крупных кусков мяса возможно такого эффекта можно добиться используя вертел есть вертел крышки никакой нет но так как мясо постоянно вращается они с одной стороны только жарится она равномерно со всех сторон прогревается но у меня вертела нет а вот такая штука есть в принципе если вы будете использовать те девайсы которые есть у вас и при этом думать что вам нужно получить для маленьких кусочков мяса небольшое расстояние от углей чем толще тем больше расстояние от углей то вы получите великолепный результат тому пример аргентинские рецепты мяса когда здоровенные куски бычьих боков готовят на расстоянии там почти 80 лет потому что метр от углей долго готовят мясо не сгорает пропекается идеально ладно счет заболтался подождем сейчас температуру там не показывает сто пятьдесят пять градусов ну вот чуть позже температура чуть-чуть упадет потому что угли прогорают а добавлять я не буду и встретимся с вами тогда когда температура достигнет 80 градусов оставайтесь с нами так все почти готова разбираю конструкцию почему почти потому что я хочу еще и подрумяните кусок угли слегка разровняю а вот куда-нибудь сюда в сторонку пристрою картошку сюда мясо надо наверно сразу перевернуть потому что все это время ребрышками вниз запекалась смотрите какая красота еще раз обращаю ваше внимание это свиная грудинка поэтому я готовил до 80 градусов если было бы говяжья там и жира меньше и мясо по суше и его максимум до 60 но может до 65 градусов доводил а из свинины я вытапливал весь лишний жир и сейчас расстояние дуглей уже небольшое и при таком небольшом расстоянии она быстренько подрумянится надо накрыть крышкой вот так при всей моей любви к высокотехнологичным изделиям вообще и к веберу в частности хочу заметить вот здесь инженеры вебера немножко не додумали смотрите среднюю части смокер я сейчас убрал крышку положил сразу на нижнюю и видите вот это место то есть крышка подходит очень условно то есть это та самая нижняя как бы часть только установлены сверху то есть она неустойчиво казалось бы чего проще ну сделайте вы вот эти вот ножки чуть длиннее чтобы сюда высовывались что вот так вот торчали и все они уже будут удерживать крышку и тогда у вас вот этот вот инструмент будет полноценный хочешь использую как смокер хочешь как гриль все классно я думаю пойдет на пользу так что у меня тут на 1 нужно переворачивать ой какая красота посмотреть просто посмотрите на это просто обалдеть все я думаю пора снимать вот так вот решетку тоже убираю и картошку удалять картошка в принципе уже была готова я ее сейчас к углям убирал только для того чтобы получить эту характерную обугленность как бывает когда картошку пикаешь костре дымка для аромата для внешнего вида конечно же все эту конструкцию можно убирать хотите снимать пробу собрал здесь небольшой натюрморт сколько здесь сока просто какое чудо вот просто чудо так ну и пора чекрыжить кусочек такой замечательный кусман я отправляю в рот чудовищно вкусно вот это элементарно просто но чудовищно вкусно вся фишка просто не испортит мясо то есть не дать ему по всему объему пересохнуть за счет того что в этом агрегате мне удалось разместить мясо на достаточно большой высоте от углей и стенки и крышка помогли со всех сторон этот жар равномерно подавать к мясу мясо получилось просто потрясающе сочным эти картошечки тоже печеная ароматная класс как из костра еще кусочек мяса с вашего позволения аромат чеснока аромат розмарина очень очень тонкий необыкновенно просто слушайте приготовление пищи приносит удовольствие не только момент поедания но и момент готовки а также момент придумывания каких-то новых рецептов пусть даже не рецептов но приходит в голову мысль а если взять то то и вот по такой технологии пытаться приготовить поэтому как можно больше творить на кухне это действительно классно мне так хочется вы испытали вот эту самую радость творчество это это даже лучше чем есть такие куски мяса спасибо за компанию и всем пока